Добрый день! Я расскажу сегодня о высокочастотной газоразрядной плазме пониженного давления. Меня зовут Шемахин Александр, я являюсь доцентом института физики КФУ. И в сегодняшней лекции речь пойдет о высокочастотной индукционной газоразрядной плазме пониженного давления. Мы рассмотрим предметную область, рассмотрим, какое оборудование используется и какие лаборатории бывают. Посмотрим применение, рассмотрим, зачем нужно математическое моделирование, зачем здесь программировать. И узнаем о расчетах, проведем анализ расчетов и оценим наши результаты. То есть посмотрим, как проводятся эксперименты и сравним их с результатами расчетов. Ну что такое плазма? Вот давайте представим типичный случай плазмы, который, наверное, каждый из вас мог видеть летом в грозу. Это молния. Длина такой молнии, которая представлена на слайде, от 2 километров до 200 километров. Диаметр около 1 сантиметра. Ток, который реализуется в этой молнии, это 40 киломпер и до 120 киломпер. Ну вот чтобы мощность 500 мегаджоулей, напряженность электрического поля 500-300 вольт на метр и температура, которая в этой плазме достигается, это 20 тысяч кельвинов. Ну давайте представим, что такое 40 киломпер. Если мы возьмем лампочку 100-ваттную, допустим, такую достаточно уже старую лампочку, приложим к ней напряжение 220 вольт, то мы получим, поделим 220 на 100, получим 0,4… Ну там сколько получается? 220 мы делим на 100, да? Получается 2,2… 0,22 значит ампера. То есть вот такой ток течет через эту лампочку. Представляете, то есть это больше чем… в 100 раз больше, чем вот протекает через такую лампочку. А 100 ватт достаточно много. Большой ток. 100… значит 100 ватт, то есть большая мощность лампочки. И то есть ток 40 киломпер, вы можете представить, насколько это больше и мощнее, чем вот эта лампочка. Концентрация частиц. Здесь 2,5-10,9 на сантиметр минус кубе, минус третьей степени. То есть это число электронных ионов, которые находятся в единице объема. Ну давайте узнаем, что такое вообще слово «плазма». Вообще оно использовалось еще с 17 века, но… точнее само явление исследовалось. Но вот как особый вид явления саму плазму начал изучать только Лингмюр. И он дал понятие плазмы термин между 1922 и 1929 годом. То есть слово «плазма» будет скоро 100 лет. И вообще плазма — это такая лепная фигура в переводе с греческого. Есть понятие плазмы крови, которое было введено в середине 19 века. Но именно к разрядам применил термин «плазма» Лингмюр. Поэтому считаем, что слово «плазма» было впервые употреблено в 1928 году. И вот в том здании, где мы находимся, это Центр информационных технологий бывший, до этого здесь была больница. И в 19 веке, в 1875 году, вот в этом здании, зажгли первый в Казани озонатор. То есть это был первый разряд, который зажгли в Казани. Это было здесь. И я здесь тоже работал 10 лет назад в этих сценах. Мне поэтому очень приятно вести эту лекцию именно здесь. Давайте рассмотрим, как создается плазма. Есть такой вот барьер ионизации. Представим, что у нас есть газ, в котором есть частицы. Есть свободные электроны, которые находятся. А всегда есть солнечный ветер, и поэтому в кубометре 10 десятых на метрокубических электронов есть. Если мы их ускорим, они преодолеют энергию ионизации, ударятся в нейтральный газ, и произойдет ионизация. То есть электрон столкнется с атомом, выбьет еще один электрон, у нас образуется ион. То есть это частица, которой не хватает электрона. То есть она будет обвелать положительным зарядом. И дополнительный свободный электрон. Поэтому частично ионизованная плазма — это уже набор, если мы рассмотрим в самом таком простом приближении, это набор электронов, ионов и нейтральных частиц. С другой стороны, плазма — это четвертое состояние вещества. И чтобы перейти из состояния в состояние, нам нужно преодолеть энергию фазового перехода. Значит, из кристалла можем перейти в жидкость, из жидкости в газ, из газа в плазму, а из плазмы в термоядерную плазму. То есть для термоядерной плазмы это уже миллионы кельвинов. Это большая очень температура, которая есть в звездах. То есть плазма, ну, если мы, самое ближайшее, где мы можем это посмотреть. Но, естественно, есть реакторы термоядерные, которые исследуются. И вот звездные. Рассмотрим область, в которой мы будем проводить исследования. Это одна из классификаций разрядов по источнику иниционного газа и электрическому полю. То есть есть постоянное поле, высокочастотное и сверхвсокочастотное, которое мы здесь рассмотрим, и свет. И в зависимости от этого есть разное состояние плазмы. И вот мы будем просматривать только высокочастотные разряды в разреженных газах. Оборудование, которое использовано для генерации плазмы, представлено на этом слайде. Это слева можно видеть в верхнем рисунке установку высокочастотного емкостного разряда. Справа установка высокочастотного индукционного разряда. Слева тоже, внизу это вот установки тоже ВЧ-разрядов. Справа внизу можно видеть, как в емкостной установке емкостного разряда горит, светится плазма. Ну и, собственно, вот, значит, что же такое фиолетовое свечение. Это вот те разряды, которые мы получаем в лаборатории. Слева можно видеть емкостный разряд при пониженном давлении, 1 мм тутного столба. Что такое 1 мм тутного столба? Ну, опять же, давайте представим, атмосферное давление — это 760 мм тутного столба. То есть давление в этой камере, которое мы получили с помощью откачки, получилось в 760 раз меньше, чем атмосферное. Ну, много это или мало, есть давление еще меньше, которое используется тоже в других приложениях. Это примерно давление на, если я вот не совру, на высоте около 40-50 км над землей. То есть ионосфера там еще поменьше давление. Вот мы используем такой 1 мм тутного столба. Справа сверху — это разряд килогерцовый, то есть это тлеющий разряд, но с переменной составляющей. То есть видите, как он горит? Тоже, значит, фиолетовое розовое свечение. И есть разные промежутки, сейчас мы их рассмотрим. Ну и снизу — это вот тоже емкостной разряд. И вот давайте посмотрим, как же рассмотрим самый простой, ну самый, может быть, не самый простой, но один из видов разряда — это тлеющий разряд. И здесь есть много различных участков этого разряда. Это и темное основное пространство, и прикатодные области, и положительный столб, темное фарадеевое пространство и так далее. То есть разряд имеет сложную структуру. Вот у нас справа на рисунке, это из книги Райзера «Физико-газовое разряда». Мы можем видеть, какие состояния есть у газа в разрядной трубке. А слева — это самая разрядная трубка. То есть опять же, все зависит от давления. Ну здесь вот мы выделили тлеющий разряд постоянного тока, то есть здесь ток постоянный, но давление и мощность, которые подается, вот этот разряд напряжения для данного разряда важен, оно всегда разное. И поэтому длины вот этих вот промежутков, длины состояния газа, они меняются по размерам. Вот. Ну, перед тем, как перейти уже к той непосредственной задаче, которую мы рассматриваем в нашей лаборатории, давайте покажем, что же такое плазма, и зажжем, значит, вот эту вот… Вот этот шарик. Собственно, вот, пожалуйста, в комнатных условиях мы создали плазму. Ну, прямо сейчас. Ну, собственно, тоже видите, здесь разные свечения. И фиолетовое, и синее, и розовое. Это все зависит от того газа, который у нас внутри. Ну, можно этой плазмой даже управлять. Собственно, что мы будем сейчас делать в лекции? Ну, с помощью методов экспериментального и математического моделирования. Вот. Ну, в общем-то, если кто здесь в аудитории, можете поиграться и сами попробовать, пощупайте, так сказать, плазму. Пусть он пока работает, а мы продолжим лекцию. Тот разряд, который мы изучаем, это высокочастотный разряд пониженного давления. Струйный высокочастотный разряд, то есть это струя плазмы. Она возникает в таком, в ВЧ-плазменной установке в такой. Это плазма индукционного разряда. Здесь находится, индуктор находится под этой установкой и генерирует такую плазму. Понимает счет ток высокочастотный. Частота этого поля тока 13,56 МГц и мощность которой здесь подается до 5 кВт. Но разряд горит под вакуумной камерой. В вакуумной камере, казалось бы, ничего не может поддерживать этот разряд. Но, как вы видите экспериментально, этот разряд горит, и свечение проходит до колпака вакуумной камеры. А здесь порядка 50 сантиметров. Около 50 сантиметров высота этой вакуумной камеры. А ее радиус диаметр — это 20 сантиметров. Радиус 20 сантиметров, диаметр 40. И получается, что это не поток распадающей плазмы, а самостоятельный вид разряда, который горит, возникает именно в таких условиях. И он достаточно специфический. И дальше мы расскажем, почему. Но сначала посмотрим оборудование, которое мы используем для диагностики. Это оптическая спектрометрия. Видите, вот Avantis — это один из спектрометров, который у нас есть. Это зондовая диагностика. То есть можно с помощью зонда Лингмюра изучать, получить функцию распределения электронов по энергиям и разные характеристики плазмы — концентрация, температура и так далее. Это вакуумметр, который измеряет давление. Есть другое различное оборудование. Здесь дальше будет установочка, которая стоит у нас в лабораторе. Там немножко дальше посмотрим. И вот, например, оптический спектр нам дает понимание о том, какие переходы происходят в разряде. То есть на каких длинных волн происходят переходы или какие-то возбуждения частиц и так далее. То есть вот длинные волн, на которых что-то произошло. И с помощью вот этого вот спектра мы можем изучать, что у нас будет происходить. А снимаем мы его с помощью оптического спектрометра. Ну это вот пример работы. То есть этот спектр потом анализируется, и научный сотрудник, который этим занимается, выдает уже понимание, говорит уже то, что произошло в этом разряде при наших условиях. Вот это установка, которая стоит у нас в институте физики. Здесь вы можете видеть один — это осциллограф. Он показывает колебания высокочастотного поля электромагнитного. Два и три — это источники тока. Они служат для системы охлаждения в ВЧ-плазменной установке и для системы подачи газа. Четыре — это высокочастотный генератор. Он может генерировать сигнал на частоте 13,56 МГц и мощностью до 1 кВт. Но чтобы этот сигнал вошел в плазму, и вот у нас появилось такое прекрасное фиолетовое свечение, это плазма аркона, нам необходимо согласующее устройство 7. То есть здесь происходит согласование по сопротивлению, потому что сопротивление плазмы меняется, когда происходит разжигание разряда, сопротивление меняется. И, естественно, приборы, особенно транзисторные приборы, они очень чувствительны к согласованию, по сопротивлению. Необходимо провести это согласование, чтобы всю мощность, ну или практически всю мощность, которая генерирует нам наш генератор, перешла в разряд. Ну и, собственно, 5 — это... А, ну 6 — это баллон с арконом, а 5 — это как раз-таки наша установка генерации разряда. Внизу это у нас разрядная камера, и индуктор как раз где светится, плазма. Сверху это вакуумная камера, и здесь как раз можно располагать материалы для их обработки. И мы видим как раз, что уже зажелся индукционный разряд, но сильна и емкостная составляющая, потому что промежуток заполняется светом. То есть происходит рождение метастабильных частиц и фотонов. Поэтому мы видим это свечение. Ну вот производили... В чем же характерная особенность этого разряда? То есть мы видим рисунок 1 — это в плазменном сгустке, то есть в области, где находится индуктор на 5-м блоке. И видим, что концентрация растет в 10-16 до 10-18, и даже чуть больше, в зависимости от мощности разряда. Но струя, которая образуется в вакуумной камере, у нее тоже является разрядом, потому что здесь тоже концентрация растет, как вы видите. Ну она отличается на порядок, но она тоже растет, хотя поле и индуктор ее там не поддерживают. Вот это вот феномен этого разряда. И мы видим, что это не поток распадающей плазмы, потому что для распадающей плазмы концентрация порядка 10-10. Вот это кривая 4, то есть это уже рекомендационная плазма, когда плазма распадается. Поэтому как раз это экспериментальная доказательность того, что это разряд особого типа. И еще что происходит в вакуумно-разрядных камерах. Если в разрядной камере у нас есть только аксиальная составляющая напряженности магнитного поля и азимутальная составляющая напряженности электрического поля, то в вакуумной камере у нас добавляется еще азимутальная составляющая напряженности магнитного поля и аксиальная составляющая напряженности электрического поля. То есть что не характерно для стандартного высокочастотного индукционного разряда, который загоряется в разрядной камере. Поэтому в вакуумной камере у нас образуется такой вот разряд. Ну, в общем-то, видно его на рисунке 5, на блоке 5 справа. Но здесь струя, она не засформирована, потому что такой режим работы у нас еще не до конца согласованный вот на этом рисунке. Но мы видим, что струя светится точно так же до верха вакуумной камеры. Ну и, собственно, что можно получить, для чего такая плазма служит нам на Земле. Можно обрабатывать неорганические материалы. Это проводники диэлектрики, полупроводники. И органические. Это кожа, мех, ткани. Синтетические — это полимеры, полиуретан, войлок, картон искусственный и так далее. Мы можем получить материалы компактной структуры, тонкие пленки, порошки и пористые материалы, обработать их. Ну вот справа изображено процесс обработки металла. То есть мы видим, что у него есть шероховатость поверхности. Здесь изображено, во-первых, что здесь происходит? Это сглаживание этой шероховатости с помощью энергии, которую несет ион, имплантируясь в этот металл. И он проникает внутрь, и поэтому происходит упрочнение. То есть он проникает на глубину до 20 нанометров. И здесь особенность этого разряда, появляется такой струе, появляется вот такой слой положительного заряда, которым ускоряются ионы, и они ускоряются до энергии 100 электрон-вольт. То есть это достаточно большая энергия, чтобы имплантироваться в этот материал. И это является особенностью этого разряда, что энергия может сходиться до такой, при таких параметрах мощности, то есть до 5 киловатт вложенных разряд. То есть и вот он образуется здесь. Слово положительного заряда, немножко пойдет речь дальше. Ну и хочется отметить, что изучается этот разряд и производит различные с ним манипуляции в различных институтах и университетах. Это в нашем Казанском федеральном университете. Есть наша лаборатория, и в инженерном институте есть тоже лаборатория, которая исследует различные виды разрядов, и в институте физики, где я работаю. Значит, дальше есть Казанский национальный исследовательский технологический университет, в нем в основном занимаются экспериментальными исследованиями, но также есть и теоретическая тоже база. И Казанский национальный исследовательский технический университет. Там тоже исследуют различные виды разряда, ну, многое про тлеющий разряд и про СВЧ. Ну, есть в МГУ, естественно, есть группа, которая этим занимается, подобными видами разряда, но там другой вид индуктора они используют, это плоский индуктор. То есть в Казани мы в основном исследуем индуктор такой объемный, который генерирует разряд в разрядной камере, которую видели на предыдущих слайдах, ну, и другие организации. Ну, вот возьмем пример, куда же можно применить, например, полиэтиленопластики. Это и автомобилестроение, и авиация, и кораблестроение, и машиностроение, и другие различные, железнодорожный транспорт. Но есть проблема. Полиэтилен плохо смачивается. И поэтому есть разные методы обработки. Вот один из них — это обработка плазмой. Ну, и мы покажем, что она как раз-таки очень эффективная в этом случае. То есть, как видите, область применения большая, обширная. Материалы нужны различные. Это как различные материалы, из которых состоит, например, то же самое паровоз, лодка и так далее. И вот давайте на примере полиэтилена посмотрим, что же у нас происходит. То есть, как мы только что сказали, что смачиваемость плохая. Но как же получить лучшую смачиваемость? Вот это вот на верхнем левом рисунке изображена цепочка полиэтилена. Вот. То есть, вот такая вот у него структура. Это у нас углерод в центре. Но в реальности у нас структура по объему, который она снимает, изображена на рисунке слева внизу. И что же происходит, когда мы нашим ионом, нашей плазмой обрабатываем такой материал полиэтилен? Происходит имплантация. Вот. Летит ион аргона, проходит несколько слоев вот этого полимера. И вот на рисунке снизу справа мы видим, что часть слоев разрушается. То есть, освобождаются связи, свободными становятся, к которым может присоединяться OH-радикалы. То есть, как раз мы таки получаем таким образом смачиваемость. Но, ну хорошо, мы получили смачиваемость. Да, прочность, допустим, уменьшилась его на 1%. Но как теперь сделать, почему так важна смачиваемость? А, например, если мы возьмем какой-то другой элемент, какой-то компонент, допустим, эпоксидную смолу, и соединим с этим полимером, как раз за счет свойства смачиваемости у нас получится прочный материал. То есть, таким образом мы увеличиваем прочность нашего полимера. То есть, казалось бы, из такого неочевидного свойства смачиваемости мы можем получить различные прочностные свойства этого материала. Ну и, собственно, вот вы можете на этом слайде видеть, как капля воды на полиэтилене до обработки плазмой, ВЧ-плазмой, не смачивала полиэтилен. Вот она прям капелька. И справа видно, что получилось, когда она растеклась и смочила полиэтилен. Вот это свойство мы получили с помощью высокочастотной плазмы. Ну и вот на данном слайде приведены особенности взаимодействия плазмой ВЧ-разрядов по нижнему давлению с твердыми телами. То есть, ну, во-первых, параметр плазмы изменяется одинаково для различных материалов проводящих, диалектиков, полупроводниковых. Концентрация электронов в окрестностях тела радиуса на 50 мм увеличивается в 2-2,5 раза. То есть, как раз-таки вот в этом слой положительного заряда. Поэтому он такой особенный для обработки. Ну и так далее. То есть тут вот компоненты напряженности ВЧ-поля какие-то увеличиваются, какие-то уменьшаются. И вот как раз мы показали, что в вакуумной камере есть и азиоматальные аксиальные компоненты и электрического и магнитного полей, напряженностей полей. Хотя на срезе разрядной камеры, если мы не будем помещать туда образец, у нас эти параметры изменяются менее чем на 5% по сравнению со значениями в невозмущенной потоке. То есть именно помещение тела в образец делает, ну и зажигание такого разряда с потоком, с продулом газа, делает уникальные свойства этого разряда. Вот еще один пример. Мы с вами говорили про слой положительного заряда. И на левом рисунке это образец, который помещен в плазму. И снята голограмма потока ВЧ-плазм, пониженное давление. И видно, что вот искривились линии вот этой голограммы у образца. То есть он подсвечивается лазером, и мы снимаем, как происходит это свечение. И вот здесь изменились линии, они искривились. Это значит, что около образца происходит, то есть около образца у нас свойства меняются, плазмы. Это как раз говорит о том, что здесь в наличии есть слой положительного заряда. На вот этом рисунке внизу показан потенциал, который приобретает тело при помещении в плазму. И видно, что у нас образец заряжен отрицательно, но потенциал, величина достичная. То есть мы можем взять сначала отсчета правый конец, и тогда в нуле у нас будет минус 90 вольт. А сама струя заряжена положительно. Это тоже одна из особенностей этой плазмы. Это измерения, которые проведены в этом разряде. Какие еще применения есть? Здесь представлены медицинские сверла, которые обрабатывались в ВЧ-развязи пониженного давления с потоком. Вот видно, как при времени обработки 60 секунд, 120 секунд и так далее меняется состав этой плазмы. То есть состав не плазмы, а состав материала на поверхности. То есть сначала у нас начинает преобладать углерод. И за счет того, что вот такая структура появляется на поверхности при обработке плазмой, происходит упрочнение поверхности, и мы получаем алмазоподобную структуру. И видите, получилось упрочнение с 16 гигапаскаль на 25 гигапаскаль. Но это давление, в принципе, можно увидеть, что это в полтора раза произошло упрочнение. Ну и провысился столько службы в 2-4 раза. То есть появилась точность к средствам стерилизации и дезинфекции. То есть как раз с помощью помещения в плазму на достаточно непродолжительный промежуток времени мы можем получить такие вот свойства медицинских изделий. Ну, есть достаточно и другие виды изделий. Можно помещать импланты, допустим, в плазму йода можно поместить зубные импланты и получить бактерицидные свойства, которые они будут отдавать неделю. То есть применений плазмы достаточно много, в том числе и медицинские. Это обработка кожи, тоже в ВЧ-плазме пониженного давления. Если мы посмотрим на кожу слева и кожу справа при увеличении в 40 тысяч раз, мы увидим, что поры стали более равномерными. То есть если у нас изначально кожа имеет достаточно большие поры и большую пористую структуру, то справа мы уже видим, что большие поры стали меньше, а маленькие поры стали больше. То есть опять же мы улучшили смачиваемость этой кожи. А вообще выделка кожных изделий, она проходит на разные стадии. В том числе, то есть кожа обмакивается в различные красители, разные там улучшатели ее свойств и так далее. И смачиваемость очень важна. То есть смачиваемость повышает время, уменьшает время обработки этой кожи в различных вот химикатах. Ну и во-вторых, мы получаем то, что мы можем, мы улучшаем нашу экологию, используем меньше химикатов. И за более короткий промежуток времени мы получаем изделия, допустим, ботинки. Это тоже можно сделать с помощью ВЧ-плазм пониженного давления. Здесь представлена обработка металлов, то есть поверхность титана. Это произведена ее полировка. Видите, слева нет полированный металл. При помещении в плазм произошла полировка. И упрочнение. Так как мы сначала вам, когда я вам рассказывал, тоже, что ионы имплантируются на глубину до 20 нанометров. И между критистолической структурой и получаем упрочнение этого материала. То есть полировка плюс упрочнение. Но это все зависит от режимов обработки. То есть можно получить разные свойства, меняя давление, меняя мощность и так далее. Вот здесь произведен пример обработки сапфира. Тоже видно, что слева у нас он был иссечен такими разрезами. А справа получилась гладкая поверхность. Уже более гладкая. То есть есть уровень шероховатости, который измеряется. И вот этот класс шероховатости, он вот здесь лучше на рисунке справа. Ну и теперь мы переходим. То есть обработка это очень важно и интересно. Но также улучшение и увеличение знаний о данном явлении является очень важной задачей для всего человечества. Ну и для нашего, то есть Казанского университета в частности. Поэтому мы... А как это можно делать в современных условиях? Да, можно проводить натурные эксперименты. То есть на установках, в лабораториях. Ну, во-первых, не все эксперименты можно произвести, провести. Какие-то эксперименты вообще в космосе, допустим, для пылевой плазмы проводятся. Вот. Поэтому, чтобы уменьшить затраты на проведение экспериментов, прибегает к аппарату математического моделирования. То есть, ну, если грубо сказать, то вы имеете компьютер или какой-то кластер, на нем запускаете программу и получаете вот эти параметры, которые у вас будут в эксперименте. Но, естественно, важно сравнить и отладить эту модель, чтобы она вам что-то смогла предсказать, какое-то поведение плазмы, без проведения этого эксперимента. Для этого, конечно, сначала проводятся различные этапы математического моделирования. Вот. Эти этапы — это… Значит, сначала мы проводим постановку задачи определения объекта и цели исследования. Далее производим построение модели, выбор типа математической модели. Дальше происходит исследование модели, проведение численных экспериментов, ну, и анализ результатов расчета в сравнении с экспериментом, уже натурным. То есть мы хотим проводить численные эксперименты, но чтобы убедиться, что наши программы и модели работают, нам необходимо сравнивать с натурным экспериментом, который проведен в лаборатории. Это очень важный шаг к познанию и получению новых знаний о явлении высокочастотной индукционной, ну, вообще ВЧ-плазмом пониженного давления, ну, и вообще любого явления. То есть математическое моделирование в настоящее время имеет очень важное значение, и не только даже с целью вот развития знаний, но и это просто вот банальная экономия на экспериментах и конструировании. Вот, ну вот, собственно, этим мы занимаемся, и занимает это большую часть времени. Эксперименты в основном занимают, мы долго и готовим, но потом достаточно быстро проводим. Вот, а математическое моделирование — это постоянное размышление о этом явлении, о процессе, который происходит вот у нас на глазах, в разрядной камере, в космическом пространстве и так далее. То есть это постоянный и непрерывный процесс, который проходит даже, может быть, когда мы спим у ученого. Поэтому вот моделирование и объяснение физических явлений — это, наверное, то, что увлекает многих ученых и дает нам новые знания. Ну вот давайте посмотрим объект, который мы моделируем. Это высокочастотная плазмная, опять, индукционная установка пониженного давления. Мы увидели уже справа вот эту установочку на слайде раньше. Давайте посмотрим, из чего она стоит. Внизу у нас находится разрядная камера, сверху находится вакуумная камера. В разрядной камере зажигается разряд с помощью высокочастотного генератора, подается плазмообразующий газ, и здесь происходит продув газа, а в области слева происходит откачка. То есть здесь расположен насос вакуумный, который встает для нас нужное давление для наших экспериментальных исследований. В центре этой установки находится образец, с которым происходит модификация. И здесь может также находиться измерительное оборудование, которое нужно для диагностики. Ну, давайте посмотрим. Частота электромагнитного поля здесь 1 до 30 МГц. Дело в том, что есть разрешенные частоты для использования. Обычно это 1,76 МГц или 13,56 МГц. Расход газа до 0,24 грамм в секунду. И мощность разряда до 5 киловатт. Ну, вот давление. Это давление написано в паскалях. Но как раз 133 паскаль — это является 1 миллиметр тутного столба. То есть 760 раз меньше, чем давление в атмосфере. Ну, частоту поля. Что такое частота поля? 31 или 30 МГц. Есть, значит, килогерцы. Есть аудиозвуковые частоты. Есть сверхвысокочастотные поля. Это уже гигагерцы, на которых работают. Те же самые Wi-Fi роутеры, Bluetooth и так далее. То есть это вот… Ну, помните, что приемник у нас там сколько? 106 там и сколько-то FM, да? Вот, то есть это как раз-таки мегагерцы. То есть вот это такой вот диапазон у нас. Значит, ну, что сказать о расходе? 0,24 грамма в секунду — это где-то, опять же, примерно 6 литров в минуту. Вот такой расход. Ну, это, наверное, ближе, чтобы можно было представить, что такое 6 литров в минуту. Ну, вы банку там выливаете, вот, в минуту выливаете 2-3 литровые банки. Наверное, примерно так. Но здесь все зависит, конечно, от условий. То есть вот у вас был газ, он у вас под давлением, вы его выливаете, он у вас продувает там. Ну, это, опять же, ковалент, потому что стандартный сантиметр, то есть 6 тысяч стандартных сантиметров — это 6 литров в минуту, то есть стандартный кубический сантиметр проходит в минус. Стандартный кубический сантиметр — это кубический сантиметр газа, который проходит при нормальных условиях. То есть нормальные условия — это комнатная температура, атмосферное давление. Вот. То есть, ну, и примерно это как раз, а при том давлении это будет эквивалент. Собственно, вот так мы создаем расход. На данном слайде представлена геометрия вакуумной камеры. Вот мы взяли нашу область, нашу вакуумную камеру, и чтобы ее начать моделировать, нам необходимо геометрию задать в виде сетки. Вот сетка представлена на слайде справа. В центре находится у нас образец, который подписан body. Слева — это просто двумерная схемка для понимания, какие у нас границы есть. И в вакуумной камере. Вот это у нас модель вакуумной камеры. Но сразу скажу, что в реальности, вот в этой камере, здесь у нас, видите, вход по центру, ну, точнее, чуть правее, а выход чуть левее. А здесь мы пока возьмем модель с входом по центру и выходом из вакуумной камеры. Это вот сопряжено со сложностью математического моделирования. И мы здесь можем, например, передвигать этот образец и понимать, при каком режиме расхода газа у нас наблюдается оптимальный режим обработки материалов. То есть сетку мы создали хорошо. То есть у нас сетка представляет собой набор узлов. Каждый узел задается координатами. То есть x, y, z — это трехмерная сетка. И мы их храним. Ну, это у нас визуализация этой сетки. То есть мы ее строим в некоторых… в каких-то редакторах. Допустим, можно построить в редакторе Paraview и отобразить графически эту сетку. Это вот сетка для разрядной камеры. Вот видите, тоже она достаточно мелкая. А внизу мы видим, черными показаны области, где у нас находится наш индуктор. И что еще мы моделируем? Это слой положительного заряда. Вот давайте рассмотрим, что это такое. Вот у нас в области… Первая область — это область квазонейтральной плазмы. Она у нас находится на расстоянии 10 в 6 нанометров. Ну, то есть это… Ну, обычно в наших условиях это больше трех сантиметров от образца. Значит, дальше у нас есть слой положительного заряда, который находится около образца, ну, может, сантиметр, там, два сантиметра. Двойной слой, который находится на расстоянии 10 в 4 нанометров. И для каждого этого разряда характерны свои особенности. Вот слой положительного заряда — это как раз слой, в котором ускоряются ионы и ударяются в наш материал. В зависимости от того, насколько, до какой энергии эти ионы разгонятся, мы получим те или иные свойства материала, изменения свойств. Ну, и почему называть слой положительного заряда? Если мы усоединим за период колебания вот этого поля в слой положительного заряда, он постоянно колеблется с частотой 1356, ну, то есть частота генератора 1356, и вот происходит колебание этого слоя, то в среднем заряд останется положительным. Хотя вот сам материал заряжен отрицательно. Вот мы видим здесь отрицательные электрончики. Вот. Ну, вот такое вот у нас свойство. То есть слой положительного заряда — это отдельная задача, и отдельный расчет, и отдельный метод для него используется. Ну, на данном слайде приведена система уравнений, которая одна из таких достаточно простых систем уравнений, которые мы используем. Значит, уравнение Больсмана для нейтрального газа. Почему мы используем его? Потому что газ у нас разреженный. Уравнение неразрывности для электронов, ионов и метастабелей. Тут вот, извиняюсь, перепутано. Значит, уравнение сравнения энергии для электронов. И, значит, телеграфное уравнение для высокочастотного поля. Это выведенные из сравнения Максвелла уравнения для поля. Вот. В принципе, если вам будет интересно, вы можете просто эти уравнения найти в подсковике и посмотреть их общий вид. То есть когда мы их объединяем в систему, они могут в таком достаточно простом случае описывать нашу плазму. Почему достаточно простом? То есть здесь можно добавлять потенциальную составляющую, биполярное поле, метастабильные частицы. Ну и это, опять же, множество химических реакций, которые могут быть в плазме и так далее. То есть, ну, если вы посмотрите мои работы, то там может быть статья на 15 страниц, и она стоит одна из этих из уравнений. То есть, в принципе, мир достаточно сложен. Вот. И все-таки в математическом смысле. И описание разных процессов приходится делать с помощью разных уравнений. Ну и необходимо ставить краевые начальные условия. Это условия, которые мы ставим на границу. Ну, к примеру, если у нас есть расход 0,24 грамма в секунду, то мы должны поставить этот расход на границе и как-то его соотнести с этими уравнениями. Вот. Но математикой я вас здесь грузить не буду. То есть, конечно, можно будет посмотреть, как эти уравнения выглядят. Но пока перейдем к тому, что же у нас получится. Если мы рассчитаем эту систему этих уравнений, и с помощью чего, во-первых, мы будем считать? Так вот, опять же, зачем здесь программирование? Подумайте, ну, есть какие-то модели, есть какие-то математические уравнения, но математическое моделирование связано с высоким классом программистов и высокоуровневыми программистами, которые, во-первых, знают и основы физики, и умеют программировать достаточно глубоко. Например, если это пакет OpenFoam, то здесь необходимо знать структуру этого пакета и его классы, уметь программировать на языке C++, что достаточно тоже является стандартом для программистов по… То есть не все программисты владеют именно вот этим языком достаточно глубоко. Вот. Поэтому программист, который занимается математическим моделированием, он обязан обладать знаниями в многих областях. Это вот и математика, и численные методы, и написание кода на каком-то языке, и уметь интерпретировать результаты. То есть это, в общем, моделирование и получение результатов связано с большим спектром задач, которые приходится выполнять. Вот. Ну и, значит, то есть программа пишется с целью реализации математической модели проведения численных расчетов, по результатам которых можно проверить, провести анализ данных и сравнивать с экспериментом. После подтверждения работоспособности модели с помощью нее становится возможным получить результаты и в широком диапазоне изменения расчетных параметров, а также в областях, где провести эксперименты невозможно, либо крайне дорого, о чем я вам говорил в начале лекции. Ну и вот для примера привезен комплекс, который разработан у нас. Это программный комплекс на языке C++. Он использует уже известные библиотеки пакета OpenFoam. Это библиотека FVM Finite Volume Method и библиотека DCMT. DCMT — это библиотека расчета потоков разряженного газа нейтрального. Вот. Естественно, это все было переработано и создан код на языке C++, который потом компилируется, и мы можем произвести расчеты. Но что еще к этому коду идет? Идет… Во-первых, он запускается на операционной системе Linux, в которой мы можем провести распараллеливание с помощью пакетов OpenMPI, языка MPI, системы обмена сообщений. Значит, там есть модуль, скрипт, который написан на языке BASH, который генерирует геометрию, которую вы видели до этого на слайдах. Дальше модуль, который сдает краевые, начальные краевые условия для проведения расчетов. Ну и дальше вот пакет программ, который у нас работает под операционной системой Linux и помогает, может рассчитывать основные характеристики потока ВЧ-плазмы в вакуумной камере. То есть это концентрация электронов, концентрация других частиц, метастабелей, ионов, температура электронов, распределение поля и так далее. Это пример пакета. Ну, вообще используются другие пакеты для моделирования, ANSYS, COMSOLE, FLUENT, но не во всех них можно рассчитать именно плазму. То есть уникальность этого пакета в том, что здесь считается разреженный газ. То есть разреженная плазма при таком давлении. Ну и вот результаты расчетов. Ну вот что может сказать нам моделирование? Вот на данном слайде представлен сдвиг плотности электронов от частоты поля. Вот мы слева видим шкалу плотности электронов, а внизу шкалу частоты поля. То есть 10 в нулевой — это 1 МГц, это 10 МГц. Ну, напомню, что мы обычно стандартные частоты — это 1,76 и 13,56 МГц, которые разрешено использовать для генерации плазмы. И вот что можно сказать. То есть при небольшой мощности, вот фиолетовая, такая розовая нижняя кривая, показывает, что при небольшой мощности, вот 700 Вт, выгоднее использовать генератор с мощностью, с частотой 13,56 МГц. А при большой мощности, 2,500, 2,5 кВт, мы выгоднее использовать 1,76 МГц частоту. Вот. То есть происходит сдвиг плотности электронов, и вот с помощью моделирования это возможно понять, почему, то есть обосновать, почему же мы используем в больших установках 1,76 при мощности более 5 кВт, 3,5, а при малой мощности используем 12,56. То есть экспериментировать, во-первых, вообще запрещено в этих частотах, в промежуточных между 1,76 МГц. Ну, там еще есть 5, еще какая-то частота, которая разрешена. Вот. А моделированием мы можем сказать, что да, вот такие частоты и такие характеристики концентрации электронов. То есть это сделан расчет с помощью математического, ну, компьютерного моделирования, с помощью программы. Ну, данный расчет вот производился в комсоле для разрядной камеры. Значит, здесь точно такой же сдвиг, но только температура плазмы. И мы тоже так же видим, что одну, то есть температура больше, во-первых, получается при большей мощности, что, в общем-то, соответствует физике процесса. И, опять же, этот сдвиг есть. То есть выгоднее использовать на малых мощностях 13,56, а на больших 1,76 МГц. Но и, опять же, можно комбинировать эти параметры. То есть здесь сдвиг, он не такой же, не такой же, как на предыдущем слайде, а он немножко в другом месте. Поэтому, смотря, в зависимости от того, какие характеристики нам нужны, мы можем подобрать частоту поля. На данном слайде представлен расчет напряженности, вектора напряженности электрического поля в разрядной камере. То есть вот это визуализация с левой стороны. Видим, что вот вектора направлены по касательной к нашей разрядной камере. То есть вот такое вот, с вашего позволения, ежик у нас образуется в разрядной камере, но по напряженности поля. Опять же, вы, во-первых, сложно померить между витками индуктора это поле, а расчетом мы можем получить и понять, какое его значение. Ну вот это как раз точно такой же расчет, только на срезе, по периметикулярной срезе разрядной камеры. Видите, как закручивается напряженность электрического поля. Можем получить концентрацию электронов. Это вот срез вдоль оси вакуумной камеры. То есть вот у нас вакуумная камера, если мы ее вот так вот срежем, то по вот этому срезу мы видим концентрацию электронов. То есть видно, что максимум у нас на входе, а у стенок они рекомбинируют, то есть что-то соответствует физике процесса. Но причем, видите, они не равномерно спадают, а падение достаточно быстро в предстеночной области. То есть это вот тоже характерная особенность разряда и зависит от частоты поля. С правой стороны мы видим концентрацию метастабильных частиц. Что можно по ней сказать? Что, во-первых, вот видите, по абсолютному значению 1,31, а здесь 18, а здесь 1 на 10,18. То есть их даже больше, чем электронов. И значит, что метастабильные частицы, они играют важную роль в балансе, энергетическом балансе в этом разряде. Ну и абсолютные значения нам говорят о том, что мы не можем их выкидывать из модели, потому что они важны для разряда. На данном слайде представлен потенциал, который получает образец в разрядной камере. Вот мы видели экспериментальные данные на слайдах выше, а здесь у нас расчетные. То есть видите, образец действительно заряжается отрицательно, это получено в расчете, а струя заряжена положительно. Ну и вот, то есть потенциал здесь минус 30 вольт приобретается, если мы относительно возьмем струи. И это получается при мощности 1 киловатт. Ну и естественно, мы можем это сравнить с экспериментальными данными и посмотреть, что получится. Ну то есть мы уже расчетами можем понять, при каком режиме нам необходимо обрабатывать наш образец, наше тело. Если это, ну есть при более низком давлении, тут мы уходим в область, например, ионных двигателей, там тоже свои диапазоны давлений, и тоже можно провести расчеты. То есть это вот уже в космосе, вы его, ну да, есть испытательная стопка на Земле, но полноценно вы его можете спать только в космосе. А с помощью расчетов вы эти параметры уже можете получить просто на компьютере. Расчет проводимости плазмы, проводимость — это один из важных тоже параметров плазмы, он показывает оптимальную зону обработки. То есть вот смотрите, на расстоянии 10 сантиметров у нас оптимальная зона обработки нашего материала, что видно на рисунке справа. Ну а слева это вот распределение опять по срезу вакуумной камеры, как у нас распределяется проводимость плазмы. На данном слайде представлена температура давления и скорость потока в вакуумной камере. Тоже опять по срезу, вот вертикальному срезу этой вакуумной камеры вдоль оси. В центре это образец. Вот мы можем видеть, как у нас распределение скорости, температуры и давления. Это для асимметричной вакуумной камеры, то есть тоже вакуумная камера, вот очень близкая к реальности. Есть, которые мы видели с вами на слайдах раньше, есть входное отверстие и выходное, они все на базовой плите. Ну и видно, как меняется скорость зависимости от срезов, вот уже продольных вдоль этой вакуумной камеры. Воперег этой вакуумной камеры, видим, что скорость падает, ну что соответствует физике процесса. На данном слайде представлено распределение температуры, скорости и давления, а вот зеленые точки — это эксперимент. Вот мы видим, что здесь опять же скорость отрицательная по оси Z до выхода из вакуумной камеры и положительная на входе. Температура и давление вот принимают такие значения. Для мощности 3 киловатта. Ну и вот мы посмотрели, что в эксперименте. На самом деле эта модель у нас сейчас находится в развитии, и мы сейчас добавляем еще важные параметры, чтобы приблизиться уже, еще точнее получить приближение к экспериментальным данным. И вот один из изюминки моей работы, то, что было в моей кандидатской диссертации, был открыт эффект перегрева плазмы по краям струи. То есть помните вот эта струя, которая светится вдоль всего колпака вакуумной камеры. И получилось так, что по краям струи температура плазмы выше, чем в центре. То есть этого эффекта, он не был известен. А почему он важен? Потому что хочется увеличить коэффициент полезного действия установки. Чтобы увеличить этот коэффициент полезного действия, необходимо образец привинуть ближе к разряду, к разрядной камере. Но если мы продвигаем ближе к разряду и увеличиваем мощность, то у нас получается неравномерность параметров. То есть если мы здесь будем обрабатывать сталь, то получится, что в центре она не обработается, а справа, по краям, вот где эти рожки, вы видите, у нас произойдет отпуск стали. То есть она обожжется. И мы получим брак. То есть вот с помощью вот такого расчета удалось понять, на каком оптимальном расстоянии нужно этот образец помещать, и каких параметров его можно обрабатывать. Ну и получить, естественно, максимальный КПД. И, естественно, экспериментаторы очень удивились, когда получился такой эффект в расчетах. И дальше мы совместно с коллегами из другого университета провели эксперимент. Вот собрали такой фланец с термопарами, с него снимали температуру при потоке плазмы, и получили вот такой график. То есть, смотрите, в центре температура ниже, чем по краям струи. То есть первая точка и вторая. Как раз-таки этот эксперимент доказывает, что то, что получилось в численном расчете, соответствует реальной физической картине. Да, вот еще один расчет. Это расчет удара иона аргона в полимерную структуру полимера. Видно, как на втором рисунке ион проходит вглубь слоев, происходит разрушение цепочек. Вот здесь справа в третьем рисунке уже эти цепочки разрушены. Как раз здесь увеличивается смачивание. И как раз-таки здесь в этом расчете можно оценить, насколько эти параметры меняются. Ну вот, надеюсь, я постарался вас ввести в область высокочастотной плазмы пониженного давления. Здесь представлена наша лаборатория. Но здесь не все сотрудники. Ну и вот разряд, который как раз мы исследуем. Надеюсь, что мы будем изучать, то есть мы будем стараться изучать его дальше, получать новые результаты. Ну а вам спасибо за внимание. Спасибо за очень интересную содержательную лекцию. Вот 16 слайд, можно на него вернуться? Есть несколько вопросов. Можно. Это касается вот того нового типа разряда, я так понимаю. По поводу электрического поля. Вот вне индуктора, то есть это вне плазмотрона, там, где ближе уже к стенке, там образуется вот эта вот аксиальная составляющая электрического поля. То есть она первична, да? То есть она создает уже азимутальное магнитное поле. То есть у нас же электрическое поле создает магнитное и наоборот переменно электрическое создает магнитное. И здесь получается, что что первично, то азимутальное магнитное поле либо же аксиальное электрическое поле? Спасибо за вопрос. Ну да, в общем-то, это вот очень интересный такой вопрос. Ну вообще, то есть раз у нас в разрядной камере вот это вот аксиальное магнитное поле, оно появляется, то можно предположить, что оно проходит через вот это вот отверстие и уже начинает порождать там азимутальное электрическое поле. Ну это вот как одно из предположений. Но как раз в данный момент мы занимаемся тем, что хотим провести вот эти расчеты и посмотреть, как оно влияет. То есть экспериментально вот это показано, а численно мы вот надеемся получить в ближайшее время. Понятно. То есть если роль, наверное, то, что вот эта вот верхняя часть установки тоже должна быть проводящей, да? То есть если у нас как бы разряд там горит между двумя, как бы между плазматроном и стенкой, верхней стенкой камеры. Да, то есть это я понимаю ваш вопрос. То есть действительно здесь есть колпак или часть камеры металлическая, как видно на правом рисунке. И она, ну обычно заземляется, чтобы этот разряд горел. И да, то есть необходимо, чтобы вот это вот было заземлено. И здесь появляется ямкостная составляющая. То есть он такой, получается, в каком-то плане комбинированный этот разряд. Но у него есть вот свои особенности. То, что в нем еще и появляется слой положительного заряда, если мы поместим туда образец в тело, в котором происходит вот такое ускорение ионов. То есть вот здесь комплекс факторов, почему можно его выделить в новый вид разряда. Да, очень интересно. То есть это в литературе такого разряда, по-моему, еще подробно не было описано. Ну вообще струйный вот стучается термин, но вот именно описание, да, еще пока вот я тоже не встретил. Ну интересно. А вот дальше речь шла, вот 17-й слайд был про то... Нет, 17-й, не 18-й. То, что когда у нас ионы аргона имплантируются в металл, происходит упрочнение, да? Но если мы очень много ионов аргона туда имплантируем, наверное, все-таки это уже не упрочнение будет, а наоборот, хуже станет свойство. То есть есть какой-то определенный, определенная концентрация, да, которая обеспечивает максимальное значение упрочнения, скажем так. Да, определенное время обработки, то есть если обрабатывать больше, то уже может начаться разрушение. Совершенно верно. И то есть с помощью методов моделирования вы это предсказываете и говорите, что нужно вот столько времени обрабатывать. Ну наши коллеги занимаются молекулярно-динамическим моделированием. Это важная, тоже важная стадия моделирования. И как раз-таки вот с помощью нее можно предсказать, какой период обработки, какое время обработки необходимо. Понятно, спасибо. Так, ну у меня все, вопросы закончились. Здравствуйте, у меня тоже есть вопрос. Здравствуйте. Вы в своем докладе все время рассказывали о каких-то лабораторных установках и расчеты для этих лабораторных установках. Вот для плазмы пониженного давления существует ли хоть один рабочий экземпляр, который внедрен на заводе и обрабатывает какие-то коммерческие товары? Да, спасибо за вопрос. Ну вот насколько я знаю, в основном это вот в КНИТУ все эти установки были сделаны, которые используются, допустим, для обработки кожи и меха. Насколько я знаю, это вот фабрики Мелита и Спартак, где производили обработку с помощью плазмы. И вот бочка, вот эти бочки, они как раз-таки внедряются. Вот фотка была, такой юмоксный разряд. То есть они вот запросто используются. Вот внизу это всякие волоконы, войлок, вот такие материалы. Это тоже есть внедрено в производство на ряде предприятий. Вот это то, о чем я знаю. Но, наверное, есть еще и… То есть, ну здесь какие-то материалы обрабатываются с помощью индукционной установки. Но вот в широком потреблении используется вот такая обычная ямкостная установка высокочастотного ямкостного разряда, как здесь вот сверху, слева или снизу, слева. И для различных материалов. Вот кожа, мех, войлок и так далее. Вот это самые широко распространенные способы обработки кожи и различных материалов. А какими преимуществами обладают эти установки по сравнению с уже существующими аналогами? Ну, это установки, они именно обработки ямкостной, обработки с помощью плазмы. Есть аналоги. Это обработки с помощью метанхимической промышленности. То есть, с помощью химической промышленности, ну вот один пример я приведу. То есть, происходит, если я вот опять же не совру, значит, дубление кожи происходит, например, 24 часа с помощью химикатов. С помощью ВЧ-плазмы можно снизить это время обработки до 30 минут. Вот это существенный результат, который реально внедрен в промышленность. И эта обработка производится. Просто вот плазму ее изучают уже, наверное, ну очень много. С 60-х годов очень активно ее изучают. Но почему сейчас все-таки больше преобладает химический метод обработки? Ну, внедрение, оно происходит. То есть, на многих заводах, на самом деле, внедрена уже плазменная технология емкостного разряда. То есть, это, я сейчас не скажу, что уже химическое преобладает. Мне кажется, уже именно вот в войлочных и различных кожаных и меховых изделиях уже преобладает, на самом деле, плазменная обработка, насколько мне известно. Ну, где-то, конечно, может быть, руководители не обращают внимания на то, что вот это может удешевить их производство и, ну, может быть, боятся использовать. Но заверю, что это те методы, которые необходимы для будущего. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. У вас в расчете OpenFoom в санге камера была и была концентрация электронов? Она прям распределена по всей камере почти, там почти все красное. Это на 38-м слайде вроде. Угу. Восьмом. Тридцать восьмом. Угу. А, нет, тридцать девятом, значит. Вот. А вот на экспериментальной фотографии у вас как бы струя-струя, она куда-то целенаправленно идет, а тут она во все стороны направлена. Как так? Угу. Спасибо за вопрос. На самом деле светятся метастабильные частицы, то есть светятся фотоны, которые спускаются при реакциях возбуждения. Вот. И ориентироваться на струю можно как раз на правом слайде. Но здесь вот смотри, здесь как раз мощность 1 киловатт вот для этого разряда. И то, что мы видели на нашей, в нашей камере, это, собственно, примерно соответствует вот на такой диффузный разряд, который горит. Вот он. То есть вот видите, он тоже здесь вот точно так же диффузно распространяется. То есть это вот еще не струя. И для киловатта в таком вот режиме еще струя так четко не возникает. Та струя возникает при 3 киловаттах, около 3 киловатт. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.